В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ненецком округе ужесточаются ограничительные меры, а на Южношапкинском и Харягинском месторождениях вводят карантин. Специалисты утверждают, постоянным фактором роста расходов на производство электроэнергии в населенных пунктах Заполярного района является увеличение затрат на ГСМ. Есть ли варианты решения проблемы? Разбирались окружные депутаты. Лучшие знатоки истории Великой Отечественной войны метеорологи. Из пяти региональных победителей международной акции «Диктант Победы» четверо работают на Наринмарской гидрометеорологической станции. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Решение принято на заседание оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как стало известно, в ходе штаба в профильном региональном ведомстве готовится постановление о введении карантина на Южношапкинском и Харягинском месторождениях. С начала осени не было практически ни одного дня без регистрации новых случаев заболевания COVID-19. Чаще других заболевают жители города Наринмара, вернувшиеся с коронавирусом из других регионов или заразившиеся через контакт с ранее заболевшими. Осенняя вспышка COVID-19 и на нефтяных промыслах на Южношапкинском и Харягинском месторождениях введут карантинные меры. По информации, на 29 октября на территории Ненецкого округа получают стационарное амбулаторное лечение 105 человек. С учетом того, что накануне выписали 7 пациентов, а у шестерых человек тесты на COVID-19 дали положительный результат. Это вновь зарегистрированные случаи. С увеличением количества заболевших растет статистика и по контактным самоизолированным. Их 984. Накладывает отпечаток на уровень эпидемиологической ситуации в регионе и сезонная заболеваемость ОРВИ. В связи с ухудшением обстановки оперативный штаб принял решение ужесточить ограничительные меры в регионе. В округе до 30 ноября запрещаются развлекательные мероприятия. Работа предприятий общественного питания ограничивается во временном режиме. Посетить клубы, бары и рестораны с 23 часов до 6 утра будет невозможно. Прежние меры ограничения вводятся и для свадебных церемоний. На регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать только молодожены и регистратор. Напомню, ранее на территории региона был введен обязательный масочный режим в общественных местах. Для прибывающих в округ необходимо иметь на руках справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Альтернатива – двухнедельная самоизоляция. Совершенствование тарифной политики в Ненинском округе обсудили в региональном парламенте. Участие в совещании приняли представители Управления по государственному регулированию цен и ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания отметили значительный рост расходов окружного бюджета на эти цели. С 926 миллионов рублей в 2016 году до 1 миллиарда 400 миллионов рублей в 2020 году. Тариф «Севержилкомсервиса» на электроэнергию для прочих потребителей без НДС в 2020 году по сравнению с 2016 годом вырос почти вдвое. С 28 рублей 90 копеек до 46 с половиной. По словам руководителя профильного ведомства, постоянным фактором роста расходов на производство электрической энергии является увеличение затрат на ГСМ. Стоимость одной тонны дизельного топлива с учетом транспортировки выросла за последние 4 года на 35% и составляет почти 68 тысяч рублей. Необходимо на самом деле «Севержилкомсервису» продумать вопрос, а больше всего процент занимает это топливо, то есть по снижению закупки ГСМ, который из года в год увеличивается, и на 16% за 5 лет практически увеличилось. Это очень большая сумма. Заместитель главы администрации Заполярного района Андрей Мухин рассказал о принимаемых мерах по снижению расходов организации в сфере ЖКХ, в том числе по оптимизации расходов на потребление топлива. Наше мнение, я думаю, что нужно стучаться с федеральным органом власти. Было бы хорошо, если бы была ксерстная практика финансирования перевозки ГСМ, либо было финансирование закупки и перевозки, либо хотя бы по проценту компенсации банка, либо финансовая поддержка по беспроцентному займу по закупкам. Эти меры позволили снизить расходы на обеспечение северного завоза. Но решить проблему высоких тарифов так и не удалось. Данная ситуация, которая получилась в этом году с единственным поставщиком, позволила нам, в отличие от предыдущих годов, когда у нас дизельное топливо росло более чем 20% ежегодно, в этом году мы уложились в 2,2%, в индекс установлен Минэнерго, а уголь у нас даже снизился на 4%. В структуре себестоимости электроэнергии в 2020 году затраты на топливо северожилкомсервиса составляют почти 50%. К примеру, в 2010 году доля данных расходов составляла 30%. Вице-спикер Максим Арбузов предложил создать рабочую группу, чтобы по каждому виду субсидий провести анализ и подготовить конкретные предложения. Вот, например, то же самое Коткино, да, в соседнем регионе в Коми цена электроэнергии в 3 рубля. Там деревня в Кунгуре, она называется, или Харьяг, Харьяг, вам и нет. У них 6, 3 или 4 рубля для всех, а у нас нет. Расстояние между этими населенными пунктами 60 километров, но есть границы. Минский область и Кунгуре, может быть, обратиться к соседям, спросить, как они достигли. Если снизению понятных субсидируют Архамдельскую область, то там не для населения 6 рублей, а для всех. Одним из путей снижения зависимости от дорогостоящих ресурсов при выработке электрической энергии, по мнению ведомства, является замещение классических дизельных электростанций в удаленных пунктах округа гибридными энергосистемами на базе ветрогенераторов, замещением дизельной генерации от 30 до 70%. Этот вопрос мы впредь будем держать под контролем. И мы действительно потом, наверное, возьмем 2-3 позиции и досконально их изучим. Вот каким образом, допустим, топливо, допустим, еще какую-то позицию электроэнергии, давайте ее рассмотрим. Вообще, как вы попробуете зачтить этот тариф? Как бы здесь было сказано, вот, допустим, по приобретению того же топлива и потом перепродаже. Какую вы там маржу закладываете? Потому что я скажу, это действительно серьезно. Над вами смеются порой, потому что те, когда вот я приезжаю в ту же миссию Нижнюю Пешу, они говорят, а мы бы сделали это завтра, дайте нам эти деньги. Кроме того, обращаясь к представителям профильных органов власти и ресурсоснабжающих предприятий, спикер регионального парламента подчеркнул, что важно, как можно скорее принимать конкретные меры. Поэтому было принято решение прорекомендовать вот эти все вопросы Севержилкомсервису, департаменту нашему, значит, Андриану, который регулирует у нас тарифы все. А вот они предоставят нам информацию до 1 декабря, снова потом мы проведем совещание и будем уже работать непосредственно по направлению, по снижению тарифов, потому что это очень важный вопрос. И фактически на следующий год, если в 2019-м эта сумма была 1,2 млрд, на следующий год это практически 1,5 млрд, это не считая то, что еще будут оплачивать наши бюджетные учреждения. То есть это просто запредельные суммы. К проблеме тарифов в Ненецком округе парламентарии намерены вернуться в декабре этого года. Тогда планируется провести повторное совещание, на котором вновь обсудят работу по системному снижению тарифов в Ненецком округе. Ольга Руслова, Антон Водряков, телеканал «Север». Стали известны результаты диктанта «Победы», который жители Ненецкого автономного округа писали в сентябре текущего года в рамках Года памяти и славы в России. Региональными победителями диктанта признаны 5 человек, четверо из которых работают в Наринмаре на метеостанции. Лучшие знатоки истории Великой Отечественной войны будут награждены дипломами и специальными призами. Тест по истории войны в юбилейный год Победы писали в Ненецком округе 120 человек на 9 площадках в городе Наринмаре и поселке Искатели. Активное участие в патриотической акции приняли депутаты разных уровней, сотрудники полиции и Росгвардии. Одну из площадок самостоятельно организовала Наринмарская обедненная метеостанция. Диктант на здании истории, как отмечали перед началом его написания организаторы мероприятия, был очень сложным. Вопросы в этом году не только выбор правильного варианта ответа, но и написание цифрового ряда, либо определенного названия операции географического места. Федеральными победителями диктанта Победы стали 20 человек из 16 российских регионов. Ненецкий округ в этом году не вошел в число победителей на уровне страны, которые правильно ответили на все вопросы теста. Региональных же победителей определяло конкурсное жюри в Москве. В Ненецком округе победили 5 человек. Это Александр Щукин, представляющий региональное управление Росгвардии, и четверо сотрудников Наринмарской обедненной метеостанции. Александр Черцов, Марина Севастьянова, Николай Абисадзе, Андрей Грин. Участникам тестирования необходимо было за 45 минут ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны. С ностальгией о комсомоле. Несмотря на то, что распад Советского Союза произошел не один десяток лет назад, граждане нашей страны, заставшие тот период, не забывают о своей комсомольской молодости. 29 октября крупнейшей молодежной организации исполнилось 102 года. Ежегодно по всей России проводятся различные акции в честь этого события. Не обошла эта традиция страной и наш город. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Комсомольские песни были написаны каким-то особым образом. Они наполняли молодые сердца любовью к родине и верой в светлое будущее с первых нот. Прошло много лет, а бывший член ВЛКСМ помнит эти песни наизусть. Песни были задорные, песни были боевые. Действительно, песни они вели за собой, в них очень много было смысла, именно патриотического. Именно ведь лучшая молодежь шла в комсомол. И поэтому и песни такие были, что они звали за собой молодежь, за комсомолом. Получить заветный комсомольский билет было нелегко. В ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи брали лучших учеников, активистов школы. Из этих ребят воспитывали настоящих патриотов, уважающих семейные ценности, честь и правду, ценящих товарищескую взаимопомощь, уважение между людьми и добросовестный труд. На предприятиях комсомол тоже играл очень большую роль. Вы представьте, приходит новый молодой человек, большой коллектив, никого не знает. А тут его сразу комсомольская организация замечала, вовлекала в свои ряды, давала поручения, участвовал во всех мероприятиях. Было здорово, было здорово. Ведь были и соревнования всякие, и профессиональные соревнования, социалистические соревнования. Потом комсомол организовывал и досуг молодежи, это, пожалуйста, и лыжные соревнования, и участие в конкурсах молодежной песни. Жизнь кипела. Каждый молодой человек знал, что он – часть большой организации, которой под силу все. Одним из примеров слаженности молодежи в Ненецком округе является Дом культуры, который был построен с помощью добровольцев в 1964 году в самом центре Нарьинмара и прослужил более 40 лет. Комсомольцы вывозили кирпич, который делали в городе на кирпичном заводе, напротив морского порта. Мы все его видели. Возили на лошадях, на розвольнях кирпич тяжелый. Лошадей погоняли, выгружали. Тяжелый труд, много субботников, воскресников провели. И, к сожалению, конечно, это здание, когда разрушалось, как она говорит, искры летели, кирпич не могли сломать. И мы ходили около него, когда ломали, и плакали, потому что мы свой комсомольский труд когда-то внесли, чтобы в городе был замечательный, прекрасный акустикой зал. Но особенно проявили себя комсомольцы в годы Великой Отечественной войны. Помнят и чтят самоотверженность советской молодежи в Заполярной столице. Здесь ветераны окружного комсомола встретились, чтобы возложить цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина, основателя советского государства, именем которого был назван комсомол, а также почтили память тех, кто сложил свои головы, сражаясь за Родину. Возложили и сегодня венок цветами и обелиску победы, воинам, землякам, комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сегодня заканчивается, скоро заканчивается год 75-летия победы, вот в связи с этой датой. Ведь эти песни, слова песни, поднимали молодежь на защиту нашего отечества в годы Великой Отечественной войны. Это массовый героизм. На примере их и воспитывали все другие поколения комсомольцев. Это и была настоящая патриотическая работа. Для той, прежней молодежи в ЛКСМ это дружба, это любовь, а главное это возможность быть в гуще событий, быть вожаком. В наше время комсомольское движение частично возрождается в виде добровольческих организаций. И кто знает, может быть через несколько лет молодежь с энтузиазмом своих бабушек и дедушек будет вступать в их ряды, чтобы строить светлое будущее страны. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Подрядчика на зимник Наринмар-Усинск определят до конца октября. С ним будет заключен контракт на год на обустройство и содержание основной зимней дороги региона. Электронный аукцион на выполнение работы объявлен централизованным стройзаказчиком. Итоги торгов будут подведены 30 октября. После этого в течение двух недель с подрядчиком будет заключен контракт на строительство и содержание трассы в предстоящий сезон. Начальная цена контракта составляет более 115 миллионов рублей. Средства предусмотрены в окружном бюджете. Общая протяженность трассы автозимника в этом году составит около 55 километров. Расчетная скорость движения 50 километров в час. На трудных участках 30 километров в час. Работы по устройству зимника необходимо выполнить в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундре. Содержать зимник подрядчик должен будет начать на следующий день после ввода дороги в эксплуатацию. В техническом задании указано, что в рамках содержания зимника подрядчик будет обязан организовать ежедневное круглосуточное патрулирование зимника и при необходимости вывозить людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Обеспечить сложные участки дороги тягачами для помощи водителям на спусках и подъемах. Организовать беспрепятственный проход оленевого стада через зимник. Ограничив движение и выставив соответствующие знаки. На зимнике также будет оборудовать дорожно-ремонтный пункт. На его территории подрядчику необходимо разместить жилой вагон-дом для работающего персонала и еще два на 16 колькомест для водителей, попавших в чрезвычайную ситуацию. На въезде и выезде зимника будут организованы два контрольно-пропускных пункта. Ненецкое региональное отделение Союза пенсионеров России организовало выставку работ людей высокого возраста. В условиях ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, познакомиться с работами, представленными на выставке, можно пока только в телевизионном эфире. Александра Литкова расскажет подробнее. Вязаные цветы и фигурки животных, кружевные шторы ручной работы и многое другое. Поделки в виде пасхальных яиц, представленные на выставке, пенсионеры сделали еще в апреле. Но тогда организовать экспозицию не удалось. Времени на творчество и изготовление поделок у местных умельцев высокого возраста было предостаточно. Тогда мы обратились в газете ко всем пенсионерам и предложили заняться творчеством. Это было накануне Пасхи, до Пасхи еще было время. И мы сказали, давайте делайте пасхальное яйцо. Ведь часть у нас пенсионеров живет в одиночестве, без семьи. И поэтому очень сложно сидеть дома, без общения, да еще и с опаской, со страхом перед этой эпидемией. И мы обещали, что как только появится возможность, то мы проведем выставку. В рамках постоянного взаимодействия с окружным союзом пенсионеров выставку посетил сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. Такие мероприятия, связанные с выставками, ярмарками, объединяющих людей высокого возраста, мы на всех уровнях муниципальной власти, региональной власти подключаемся к этим процессам, стараемся помочь. Это действительно большой и кропотливый труд. Притом это можно на уровне произведения искусства говорить. Действительно, выставка на очень хорошем уровне. Вместе с тем, пасхальные яйца действительно трудоемкие. Надо действительно быть таким специалистом, все это подать. Это действительно ювелирная работа. Мастера-пенсионеры принимают участие в выставке поделок уже более 20 лет. Председатель регионального отделения Союза пенсионеров Римма Костина считает, что пребывание дома во время пандемии коронавирусной инфекции – отличное время заняться любимым хобби. Посмотрите, насколько интересны поделки. И даже наш дом престарелых и инвалидов представил свои работы. Вот у них два зайца, собака, панно там есть интересное. То есть я хочу сказать, что это творчество людей, которые были в изоляции. Выставки поделок – одно из самых востребованных массовых мероприятий Регионального союза пенсионеров. Работы на выставку представили более 50 человек, и каждый из них по несколько изделий. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Трое подростков задержаны в ночное время без сопровождения взрослых и один факт вовлечения несовершеннолетнего в распитие алкоголя. Таковы итоги профилактического мероприятия «Подросток улица», проведенного окружными полицейскими. Сотрудники полиции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних в результате оперативного мероприятия пресекли правонарушения подростков и массовое скопление несовершеннолетних в вечернее время на улицах города. По итогам оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции проверено 56 мест концентрации подростков, проверены 62 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ОМВД. Кроме того, выявлено 5 административных правонарушений, и в том числе один факт, выявленный вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. Согласно статье 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ходе рейда стражами порядка не были выявлены факты продажи алкогольной табачной продукции несовершеннолетним в торговых точках Наринмара и поселка Искателей. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.